Всем привет! Сегодня у меня не будет в кадре, всем здравствуйте, так перейдем, всем привет. Пришли кайки от Савитара. В таком пакете. Типичная почта обыкновенная. С такой коробки. Обычная коробка с Японией. Поехали сразу. Сегодня без камеры. Не знаю, куда камера делась. Искать не хочу, смысла не вижу. Давайте, что первое попадется, то и будем открывать. Так, этот картридж у меня уже был. Коллекция. Это мой. Первая еще моя репродукция. Ну как первая? Это Russian Attack. Переделанный стикер. Спасибо, Савитара, огромное. Теперь здесь оригинальный стикер к американке. Там был Green Beret. Я, может, вставлю, не знаю, либо где-нибудь здесь. Вот сюда, короче, вставлю фотографию. В каком стикер он был, чтобы вы понимали. Так, где-то тут еще Jackal, кстати говоря, был. Давайте его сразу найдем. Два картриджа вышли на наработку. Он показывал в своих видео. Переделал стикеры. Более высокого качества, так скажем. Очень рад, что он и не их переделал. Эти игры мне нравятся. Тоже картридж из моей коллекции. Тоже был японский FDS-версия. Ну, здесь ромы записаны были американские. Просто сам. Вот. Тоже американка. Спасибо, Савита, большое. Так, давайте переходим к нашим остальным карикам. Так, тут Меганрай вкусности. Угу. Так, нет, давайте сначала с Хомикома. Тут лицензия есть даже. Я еще не видел. Мужик, тебе привет огромный от меня. Спасибо, что у коровы помирой. Что-то Densetsu no Kishish и бла-бла-бла, короче. Вот такой вот картридж. Это Wizarding Warriors. Японская версия. Наконец-то она у меня есть. Состояние, да. Максимально качественное. На eBay они лежат дешевле. Стоил он где-то тысячи две. Состояние у него более-менее. Я думал, хуже будет. Задний стикер тоже поймет. Очень рад этой игре, что она у меня наконец-то появилась. Геймплей тоже по мере возможности мне прикладывать. Меруха обалденная. Наконец-то у меня есть третья Wizard в коллекции. Тоже может где-нибудь здесь вставлю фотографию. Лень за ним идти. Не все там лежат. Шумилась репродукция. Ну, в принципе, все мои видео смотрел. Полепродукция те зоны. И вот. То, что я давно очень-очень хотел тоже. RC Prime 2 наконец-то у меня есть на картридже. В таком вот исполнении. От савитара он их раньше делал. Давно. Ну, на камеру он более белый. Уживой вот стикер такой поджелтевший. Но это не страшно. Состояние максимально аутентичное. Обе белые. А вот как можете увидеть. Шикарно выглядит. Очень рад тоже Rare. Ну, в принципе, от Rare я всегда обалдею. Отличная картридж. Очень давно хотел в коллекцию. Спасибо, савитара, большое. Так, а теперь вкусности на Mega Drive пошли. Значит, одна новая репродукция от савитара. И две моих переделки. Одна переделка версия, а вторая переделка корпуса. Это Gauntlet на Mega Drive. Миша, привет. Теперь у меня тоже есть такой картридж. Теперь тоже можно музей напарываться. Офигенная вещь. В моей квартире есть Gauntlet. Офигенный InRiver. Забыл там с Такимотом, бла-бла-бла какой-то. Короче, Миша знает, он шарит. Офигенный музон там. Кто не слушал, совету ознакомиться. Так, ну и пошла годнота. Mega Drive, которая для меня не менее значит, чем все остальные. Это у нас костыльование Bloodlines. Она у меня была в японском корпусе, переодели ее в Genesis. Как она и должна быть, аутентичная версия. С ней как больше нравится. В своей сути. Отличная игра. Какой-то, 94-й год на 94-й. Ведительная версия. Ну и естественно, куда же без этой игры. Как говорится, без нее не было бы Bloodlines. Contra Hardcores. Не знаю, обновленный стикер или мой старый. Скорее всего старый. А может обновленный, не знаю. Записана теперь здесь чистая японка родная, кровная. Здесь была американка записана. Отличная игра. Для меня Contra Hardcores не просто игра. Или просто саундтрек. Для меня целая реликвия. Благодаря Коле Pixel Devil, который, благодаря ему я купил 7 Mega Drive. Сначала Genesis Model 2. Потом продал. Купил Mega Drive 1. Благодаря его обзору на Contra Hardcores. Американской версии я очень сильно за нее топил. Но Миша утверждал, что японка проще. Надо записывать японку. Что я и сделал. Попросил савитара перезаписать мне ром на японский. Так как японку я проходил на единственный раз. На одну концовку на лучшую. А не на кухне играли. Тоже где-нибудь... Вон здесь будет скрин. С этой игрой. С этой видно. Какая-то не другого цвета. Так, ну... Наверное, все на сегодня. Одна лицензия. Несколько переделок моих. В целом. Вот так это все выглядит. Очень рад, очень доволен. На этом, я думаю, все. Всем огромное спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok